Где находится разум? В йоге мы рассматриваем человека как пять оболочек или пять слоев тела. Они известны как ана-маякоша, ману-маякоша, прана-маякоша, вигьяна-маякоша и ананда-маякоша. Ана-маякоша в переводе означает «тело, состоящее из пищи». Ваше физическое тело — это просто накопление пищи, которую вы съели. Это то, что вы накопили. Ману-маякоша — это слой разума, который способен накапливать знания. Речь идет о целом слое разума. Он не здесь или там, или где-то еще. Каждая клетка тела обладает собственным разумом. Да или нет? Так что разум присутствует повсюду. Знания накапливаются повсюду. Люди, как правило, думают, что память — это то, что у них в голове нет. Тело хранит в миллион раз больше памяти, чем ваш ум. Сейчас на вашем лице нос вашего прапрадеда. Только потому, что тело как-то помнит об этом, не так ли? Да или нет? Внешность ваших предков, которые жили миллион лет назад, проявляется в цвете ваших волос, кожи, в вашем телосложении. Ваше тело помнит об этом. Память вашего тела в миллион раз больше, чем способен вообразить ваш ум. Итак, с точки зрения разума, можете ли вы логически, умственно или интеллектуально понять, что сейчас происходит всего лишь в одной клетке вашего тела? Всего лишь одна молекула ДНК содержит так много информации, что ее буквально невозможно познать. Так что разум и память тела намного превосходят способности этой коробки, которую вы называете головой. Просто эта часть вашего разума может производить мысли. Вы слишком привязались к ним, и вам кажется, что разум присутствует только там. Нет. Это тело обладает гораздо большим разумом, чем ваш мозг способен представить. В этом и заключается наука йоги. Позвольте мне рассказать еще об одном небольшом аспекте этого измерения. По сути, один из аспектов йоги — это постижение геометрии мироздания. Например, солнечная система функционирует так, как она функционирует. Во-первых, вся жизнь, включая вас, существует благодаря солнцу. Не так ли? Вся жизнь на этой планете существует благодаря солнцу. Около шести недель назад я управлял открытым вертолетом. Мы летели на высоте полутора километров. Чем выше над землей поднимаетесь, тем ниже температура, и мы были готовы к этому. Но вдруг резко похолодало. Да так сильно, что нам пришлось пойти на посадку. Налетевшие облака закрыли солнце, и внезапно стало так холодно, что мы не смогли лететь дальше. Так что мы начали обсуждать, как быстро замерзнет Земля, если солнце исчезнет. Сначала мы думали, что, возможно, это займет три месяца или полгода, около того. Но когда мы спустились вниз, я выяснил, что все океаны планеты полностью превратятся в лед всего лишь за 18 часов. Они полностью замерзнут всего за 18 часов. И так вам хорошо известно, что Солнце — основной источник энергии. Все на планете существует благодаря Солнцу. Поэтому геометрия Солнца, Земли, Луны, других небесных тел влияет на все, что происходит на этой планете. От этого зависит абсолютно каждая жизнь. Когда вы говорите «ум», я полагаю, что вы имеете в виду интеллект. Вы говорите о мыслительном процессе, который происходит в нервной системе вашего мозга. Если вы говорите о разуме, он повсюду в вашем теле, повсюду в мироздании. Почва, по которой вы ходите, обладает невероятным разумом. Случалось ли такое, чтобы кто-нибудь посадил дерево манго, оно по ошибке начало приносить кокосы? Случалось такое когда-нибудь? Такого никогда не случалось. Только потому, что по соседству растут кокосы, может ли дерево манго по ошибке уродить кокос? Природа никогда не допускала таких ошибок, не так ли? Но если вы будете ко всему применять логику интеллекта, то начнёте приходить к подобным выводам. Вам необходимо понять, что каждая клетка вашего тела содержит намного больше и разума, и памяти, чем весь ваш мозг. Любая клетка вашего тела, одна молекула ДНК несёт столько информации, сколько не сможет обработать и весь ваш мозг. Вот сколько там информации. Тело помнит последние несколько миллионов лет, и это проявляется в нём, не так ли? Так что разум находится не в какой-то одной части тела, и не просто внутри вас, а повсюду вокруг вас. Всё мироздание — это разум.